второй цветок из нашей серии с орхидеями опять смачиваем лист в аля прима и постараемся написать это аля прима как бы по влажной бумаге подсыхающие и в одно касание так но в одно-два касание там с лессировками может быть то есть без такого долгого копания проработки такой тщательный нам нужно тут как бы передать свежесть цветка цвета такие максимальные яркие в один раз их набираем на кисть помню что аля приму она любит когда цвет такой интенсивный свои выразительности и глубине то есть в аля приму нежелательно писать как бы вторые третьи там делать наслоение вот мы цвет положили и он был должен быть такой уже идеальной законченные для данного участка где он взаимодействует с контуром ну это если это лепесток то он тут максимально должен быть яркий этот лепесток аля прима любит именно такие касания в один заход сейчас я такой совет вам дам сделать легкую такую лес лессировку этого простит нам работа так просто взять за лессировать над белыми частями меньше копаться будем и теперь вот можно уже делать аля прима мы так и вообще обобщим все белые участки которые у нас будут включаться в работу вот этим приемом где-то я сразу посоветую кстати где поворот форма идет просто углубить его заранее не бойтесь вот аля прима она любит такие широкие движения локтевые наносим наносим глубокие кисть широко наносим цвет вот так месим его в глубине здесь поворот форма идет уже у нас такой вот здесь поворот форма идет вот где белые будут у нас звучание белого аля приму я уже советую смачивать заранее опять я использую хинокридон розовый хинокридон другие соседние к нему по родственные к нему цвета из палитры такой вот невская палитра вот и теперь такие звучные вливания то есть вот видите я сделал намес и вливаю другие цвета из других красок вот это вот жидкая акварель она очень яркая сама по себе здесь поворот формы идет вверху сделать такое вливание помесить там подрастянуть цвет то есть пока краска такая живая мы ее прорабатываем такими растяжками растушевками немножко так пальцем можно поднять где зашла слишком краска здесь я вот от того что пальцем подняла вот краску да заодно убрала лишнюю влагу сделала вот такую обходку про обходку я еще говорил в предыдущем цветке этот когда мы кистью обходим какой-то участок нашего изображаемого объекта аккуратно вот так по силуэту называется обходка немножко уплотнил здесь вот форму чтобы она была подчеркивала поворот к следующей более освещенной части здесь немножко туаля приму поэтому очень удобно писать цветы довольно таки легко обозначить их живописно ярко закрепляем наши знания в аля прима да которые мы почерпнули из рисования банана там нас была более такая широкая площадь охвата надо было быстрее висит месить интенсивнее цвет здесь примерно по цветам очень похожие сочетание так вот накладываем форму уливаем цвет цвет здесь поворот формы идет здесь поворот формы идет вот розовый взяла и к нему добавила цирурлевым еще больше тоже нужно вот так вот изначально более такую вот вот делаем делаем вот делаем видите такими движениями замес такой получается можно сдвинуть этот цвет объединить будет такой замес очень плавный мягкий скольжение будет интересное такое здесь у нас я намечала раньше каплю ставим кисточку и как бы убираем убираем вытягиваем краску из нашего места где капли будет немножко вот так вот главное чтобы вы представляли где тут капли находятся потом я ее прорисую покажу как вытягиваем краску формируем такую овальчик такую формируем ну как бы намек на овал лучше вот где-то вытянуть краску до белизны прям ну такой розовый белый эффект будет а где-то пусть так вот спишется с фоном это потом будет проще каплю эту прописать ну там падающую тень сделать объединить с фоном так вот здесь у меня уже все подсыхать начало сейчас вот сюда быстро делаем другой замес из цветов если вы чувствуете что вот у вас уже все высыхает тоже то стоит поторопиться немножко прибавить темпу как бы у нас тут уже стало более понятно да как двигается валя прима краска как она работает в цветах таких вот даже сложных участках формы здесь можно такое здесь по сухому уже высохла почти так как у меня высохла сейчас краска да получится рисование по сухой бумаге вливание цвет в цвет сейчас я вам буду это показывать тоже одна из один из приемов акварели вливание цвета в цвет мы его рассмотрим более подробно в следующих уроках вот это называется растяжка вливаемых цветов то есть мы как бы их вливаем один в другой и растягиваем от одного одной части к другому концу то есть это такое рисование от куска идет с вливанием цвета цвета и утягиванием его как раз тут такая градиентная как будто бы растяжка очень томный темный интенсивный вот такой цвет здесь в глубине здесь глубина такая темная и вытягивание цвета идет по принципу его ослабления такой вот самый яркий действенный пример градиентной растяжки только уже на примере лепестка вот этой орхидеи обязательно делаем упражнение с градиентой это очень важные в акварели упражнения градиенту нужно сделать на все цвета своей палитры на каждый цвет в отдельности здесь у меня будет капли еще одна вот она градиента ведь от темного к светлому только тут у нас и градиент она в каком смысле в том что у нас тут вливание разных цветов но сближенных по колориту да вот но тем не менее что от темного к светлому мы идем вот это вот как бы тоже такой принцип немножко на концах можно сделать просто повороты формы как как бы передача объема и заодно касание обозначить такие вот капельки я сохранила вот здесь каплю подчеркнем теперь падающий тень толщинку немножко поворот формы сюда фиксировкой поворот формы тут немножко обозначим более выразительно здесь можно эти каплю ну то есть вернее шорохи сделать тоже каплями очень мелкими или там дырочками в цветке кто как вас примет это и зрителей немножко здесь растянуть со мне жесткое мягче было теперь вот тут очень заметен а-ля примистый прием то есть техника а-ля прямо здесь очень эффектно как бы она здесь списывается с воздухом этот лепесток как бы она здесь списывается с воздухом этот лепесток и за счет вот этих ребер получается объем такой вот поворот формы от темного к светлому к еще более светлому и здесь он так вот расплываются в воздухе очень эффектно работает а-ля прима вот в контексте это с другими приемами она живописно обрамляет работу все здесь уже по сухой бумаге плевание цвета в цвет идет можно сделать такой более ажурный край сейчас будет тут вливание такое вливание в качестве подчеркивания тени здесь волью более такие краплаковые цвета а вот в этой части такие более фиолетово-синие поворот чтоб у нас был здесь мы выявим рисунок графичный такой в этой части тоже подчеркнем такую форму интересную сразу же можно обобщить таким вот образом вбираться и подсадить форму в тень вот такими точками можно где-то разнообразить фактуру спецэффект в акварели это называется так вот подсобрать форму и вот такой живописный прием пойдет теперь другая часть лепестка вот такие вот ярко-розовые опять по сухой бумаге вливание цвета в цвет вливание цвета в цвет начнется у нас тут здесь мы жесткого и какие-то графические пятна рисунок график графический такой более будет и можно вот как я уже говорила просто взять вот так вот соединить таким образом сразу же вот такой как бы и график и живопись проявится но в таком контексте очень изящным живописным такое списание идет приятное живописное которое так очень нравится художником и опять выявляем вот эту форму более такое жесткое графичное и тоже ее фиксируем как бы она остается да вот но уже не такая навязчивая тем более это еще тень тут идет падающая вот от этого лепестка будет сейчас я вот ее немножко возьму да и вот тут все равно вокруг ну как бы волью как бы вот так она ненавязчиво обозначится тень падающую дальше такое вливание будет и вот следят если у вас где-то рисунок немножко потерялся да можно удлинить форму но она как раз таки у меня была короткая, оказывается, вот я её так вот облиняю, опять подсаживаю тоном эти части, белые участки подсаживаю, они как бы в тень уходят, то есть здесь форма уже идёт на сгиб и как раз я её сделаю через такой вот, как ни странно, голубовато-синий, фиолетовый отлив, то есть по-любому на месте сгиба лепестка там форма уже не будет считаться как белый, даже если нам кажется, что она белая, ну вот логичнее вот так её как-то выявить для передачи объёма, можно сделать более такой живописный край, вот такими вот уливаниями, немножко придумать форму, здесь можно немножко подсобрать её, вот этот центр, он у нас такой более красноватый, рыжий такой, фиолет, ну то есть баклажан, нет, не баклажанный даже, сложно сказать, вот это я про этот говорю центр, какой-то очень сложный такой оттенок у него, здесь мы сделаем его по-сухому, ой, по-сухому вернее, с вливанием цвета в цвет, посмотрите примерно какие кисти вам понадобятся, потому что там такая будет прорисовка, изящная очень, ну просто вот сейчас вот здесь вот обозначу жёлтым, и буду в него там в окрестностях вливать другие оттенки, оранжевые, красноватые, вот Аля Прима идёт в вот таком формате, то есть опять мы возвращаемся к Аля Прима, но не смачивая лист, так как бы просто так вот, от того, что краска влажная ещё тут, и ещё вливается вода как бы другого цвета, то есть в рисовании по-сухому, видите, можно выявить Аля Прима тоже, пока это ещё влажное всё, вот такая вот она, акварель какая-то хитрая, такая вот, может вести себя весьма так интересно по-разному, в разных контекстах, ну то есть её хитрость, она такая прям, какая-то такая наивная, её так легко как-то распознать, когда понимаешь, когда чувствовать начинаешь эту технику, то эта хитрость выглядит как наивная такая детская какая-то игра. вот я поэтому в контексте, ну акварель я ещё сравниваю с женщиной, которая вроде хочет обмануть, но у неё не очень это получается, если как бы кто-то её раскусил, то он просто как хозяин начинает ей вот так вот крутить, вертеть, и она просто вот так вот ведётся уже сама от своей игры, какая-то такая вот забавная, она сама по себе, ну как в отношениях с людьми, честно говоря, такая игра, повсюду, повсюду игра, вот мы немножко её в тени вот так вот, ненавязчиво где-то лисернули в теневых участках, здесь немножко форму такую сделали, рыхлую, такую юркую, в мазке, пусть она такая юркая и будет, почему-то сейчас я вот вспомнила это, слова из Евгения Онегина, по-моему из Евгения Онегина, ну в общем Пушкин писал, я сам обманываться рад, вот акварель это вот прямо точно, это такая техника, где ты сам обманываться рад, такая знаете вот, кто кого перехитрит и кто кого умнее, это вообще просто самый яркий пример, вообще как бы живопись и искусство это иллюзия, такое тонкое коварство, и когда ты это и начинаешь иллюзию понимать, то ты сам в нее влезаешь настолько, что уже не различаешь реальность от фантазии, ну и вот опять говорю же, я сам обманываться рад, такие прям великие слова русского поэта, ну кто еще так хорошо сказал бы про всю эту жизнь, так вот и акварель это как раз она такая, кажется вот сложная поначалу, незнакомка и такой приходит в жизнь, очаровательный такой, но если кто-то постиг ее тайные законы, то вот уж кто кого перехитрит непонятно, такая вот, либо идет совместная такая игра, разговор тет-а-тет такой, очень живописный, а тот кто вообще как бы с ней, как бы поженился из художников, я вот сейчас вспомнила вот это в контексте, это женить бы вот мужа такого художника, вот это такая свадьба на всю жизнь, то есть любовь на всю жизнь у этого художника, то есть он настолько силен уже, что он может разговаривать с ней через самые сложные фантазийные рисунки, вот так я повернула вот форму, наверное вы наблюдали, да, вливала цвет в цвет, подчеркну, тут какие-то пятнышки, капельки будут у меня, интересные такие вот растяжки можно сделать, опять вот поворот формы, как будто вот взяли, как часы вот эти удали из Альвадора дали, текущие, и здесь тоже как будто бы стекает на каком-то ребре, как водопад, здесь как будто бы ребро такое, и водопад из цвета, очень красиво выглядит, наверное именно поэтому цветы волнуют художников, потому что у них такие, с ними такие ассоциации бывают порой, сложные, красивые, здесь мы такие легкие делаем, рассказываем о форме очень легко, через лессировки по сухому, ну то есть, да, получается лессировка, вот это первый слой был, а сейчас у нас уже идут лессировочные слои, по сухой бумаге, полусухой кистью, где-то местами она становится сухой, и вот такой вот делаем, как бы каскад из линий, такой подход можно в рисовании цветка использовать, то есть, и такой, ну как в предыдущем цветке, да, и вот такой можно, хоть какой вообще, кто-то декоративный использует, подход к тому же цветку, кто-то более графичный, вот это вот более живописное такое рисование, опять вот я лессернула, да, и третья лессировка идет, вот такой вот лучевидные мазки, они как бы вот рассказывают о такой переливающейся форме, вот так вот дальше лессируем, как бы все вот эти мазки, которые мы используем, да, в рисовании, мы это делаем в целях того, чтобы передать нам форму, форму объекта, рассказываем о форме, какая она, вот можно использовать ребро кисти, я вот почти вот так вот рисую, можно кончик, можно ребро, вот такие вливания сделать, хотя это как бы у нас белая, да, часть, но так как она у нас в тени, можно о ней рассказать вот таким образом, весьма, кажется это дико немножко, но если потом в целом посмотреть на всю работу, то эти вещи будут уже вполне очевидными, для того, чтобы нам передать форму, подчеркнуть ее, падающую тень можно вот таким образом, скользящую сделать, живописную так вот рассказать, здесь так вот свернуть, здесь так подвернуть форму, немножко ее в касание, такую вот выявить, звук, так вот немножко вот здесь ослабила тон я, послабее, чуть-чуть приподниму еще, вот эту косынку как бы, из линии, чуть повыше, по сухой бумаге рисование, полусухой кистью, то есть видите, одна и та же бумага, на ней можно сделать такие разные эффекты, очень приятная бумага, в работе интересную себя ведет, сделать такие вот, пока тут сыр, можно сделать теперь вот такие вот вливания живописные, а-ля примистые, в касаниях где-то они будут расплываться, где-то более графично проявить себя, там где у нас форм, в общем, уходит в глубину, я вам советую немного фрагментарно смочить бумагу, вот так вот фрагментарно я смочила где-то бумагу, для того, чтобы намыть те пятна, сделать живописными, таким образом мы их расставляем, сейчас они будут плыть, куда-то там стремиться, образуя какие-то такие каскады, сюда можно опять поддобавить яркости, вставлять эти пятна более так свободно, как в полете, пусть кисть вот так вот летает, ну как бы поглядывая, конечно, на натуру, но прям уж не копируя каждую пятнышку там, каждый пятнышек там или рисунок, для живописного рисования это как бы не очень нужно, пусть оно будет все такое естественное, вытягивая, вытягивая, в виде, в виде, нужно где-то выдумать эти пятна чтобы оно не было навязчивым таким где-то больше где-то меньше вспоминаем про ритм то есть ритм он в пятнах проявляется то есть количество вот этих пятен здесь чтобы это эти пятна опять я говорю там где объем у нас уходит на поворот формы на глубину то лучше конечно смягчить опять лессернуть вот так вот то есть не лессернуть а смочить фрагментарно смочить бумагу расставить пятна такие они будут живописными видите вот где-то в касание не жесткая линия у них где вода не попала где-то мягкое расплывание вот это вот такое разнообразие очень это создает красивую иллюзию живописную вот здесь можно немножко смочить фрагментарно наш цветочек вот такой каскад продолжается водопадный сюда чуть-чуть добавить теперь приближаем цветок и прорисуем этот кулпачок формы тычинок такие желтовато-охристые желтовато-красные вернее своей глубине вот тут оттенки сухая бумага полусухая кисть можно где-то подчеркнуть более графично сделать рисунок этих вот линии у колпачка вот этого с тычинками будет под собрать ее такая лессировка пойдет ведь она так садится очень хорошо мягко потому что здесь очень такой яркий интенсивный цвет глубокий плотный мы делаем лессировки более такими легкими оттенками и поэтому но она вот так вот садится гармонично очень здесь можно под колпачком вот этим дать такую обобщающую тень как бы чтобы он вышел на нос стал более ярким сочным очевидным немножко так зря я смыла немножечко можно сюда разметку сделать какой-то огненный такой здесь какой-то огонек пламя здесь эту форму вот так вот ли свернуть она глубине здесь этот колпачок тоже ли свернуть такими вот движениями кисти свободными здесь подвернуть форму вот таким вот фальсировками немножко здесь ее уплотнить здесь чтобы поднять уровень этого водопада на одну линию легкую лессировку сделать здесь свернуть мягко чтобы убрать лишний звон немножко такую скользящую тень сделать можно здесь из пятна сделать каплю все равно будет все но как раз очень красиво выявится некоторые вот эти пятнышки подсадить зон убрать лишней лессировкой теперь мы проработаем завершим лессировочные такие проработки завершающие на вот этих краешках подчеркнем вот касание повороты такие вот свободные кистевые движения то есть от предыдущего отличается именно такой вот недосказанностью касание как бы намеками такими на что-то намеками на форму на то что она там есть то есть можно даже вот таким образом если весь цветок вот ведется в такой вот манере да то можно вот про всю форму вот так и рассказывать такими вот недосказанными короткими штриховыми или пятновыми или линеарными такими движениями все зависит от того в какой вам как вам удобнее работать с той или иной техникой с тем или иным приемом то есть очень много разных подходов описание одного и того же цветка у кого-то там уже дальше стилистические появляются такие особенности которые свойственны только этому художнику и который будет весьма трудно повторить если только копируя его конкретно тогда вот можно будет можно здесь еще немножко подсадить вот такие вот замечаете да лессировку то есть лессировки они такие вот мазковые все мазковая техника надо нам немножко теперь проработать пятна капли то есть там буквально несколько слов ну как бы каплю выявить сделать натуральный то есть в касание к желтому надо какие-то используют желтые такие золотистые оттенки в касании к розовым розовые потому что капли она же отражает цвет некоторые подсадить зон такой вот касание к фиолетовым там фиолетовое отражение в капли использовать все зависит от это как раз от участка где капли упала где она вообще находится как она там в контексте этой среды куда скатывается к форме приобретает все зависит от вот 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 так вот подчеркиваем наши капельки то есть вот так вот смотрим да приближаем очень поближе так нашу картинку под тенью такой яркий более у нее яркая тень то есть вот в касании да это на ярче капли и соответственно обозначить это надо вот такие лессировки в градиенте до растяжку делаем сначала накладываем сюда звук этот вставляем место для блика вот тут я обозначила а дальше показываю тень собственно падающим через такие вот вливание Вот видите, я влила немножко, и у капли тоже есть своя форма. То есть опять вспоминаем наш любимый шарик, но если рассматривать в контексте шара, то у капли есть светлый самый участок, блик, свет, полутень, тень, рефлекс, падающий тень, и укапливают то же самое всё, ну просто вот никакой разницы нет. Всё это если выявить через такие минималистические в общем движения кистью, то она вот такой приобретёт объёмную форму, объёмный звук, натуральный вид у неё. Опять помним, да, был свой тон, я потом сделала тень падающую, сейчас у нас тень идёт, ну свет, да, потом тень я показал, рефлекс должен быть и падающая тень, шарик, вспоминаем шарик. Научитесь обязательно всё это выявлять, как это работает в простых формах для того, чтобы потом рассказывать об этом вот в такой, в таких вот интересных контекстах, как капля, как цветы или листья. всё остается то же самое, да, просто перекладывается на иную форму, другая форма, и всё. А принцип вот это построение, да, базы, база академическая, она всё-таки одна единая для всего рисования. Вот, немножко ещё раз я подчеркнула. Вот такие вот лёгкие звучания. Хочется розового сюда добавить для лёгкости, для свежести. Всё. 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 немножечко здесь вот можно сделать такие поярче звуки в центре огонек этот подробнее зажечь его просто вот такие вот ненавязчивые более подробные звуки уют чтобы был резонанс у зрителя с объектом мгновенный через вот такие маленькие нюансы так вот здесь просто в этом в этой капли не хватает такого яркого пятна блика белого то есть вот стоит буквально такие пару добавить звуков вот и она уже формы все по-другому звучит но это если у вас был белый звук такой у капли под это град таких вот лессировок пропал этот звук куда-то делся тот можно поставить таким образом маркером или акрилом вот чуть-чуть я сейчас в целом посмотрела на свою работу я вот хочу мне хочется здесь немножко такие просто московые сделать движение кистью вот у нас такая московая техника и вот сейчас вам уже несколько рассказала вот в этой части более такие тоже относятся ну то есть в акварели имеет такое свое отдельное рубрику там про мазки я тоже буду рассказывать в упражнениях мы будем пытаться их освоить да как бы понять как они могут работать взаимодействовать где они применяются маски те или иные вот и соответственно вы уже вот закрепить свои знания о масках именно вот в этих практических упражнениях цветами дальнейших упражнениях вот ну все я думаю вот на данном этапе это вполне такой вариант для освоения новых каких-то знаний да еще раз я повторю что тут было а-ля прима совмещение а-ля прима с техникой по сухому вливание цвета цвет и рисование фрагментарно увлажненной бумаги с вытягиванием градиент и вот это вот от темного к светлому вот а также еще мы теперь к этому всему всем прочим знанием добавили прием московой техники вот этот вот каскад рисование в этой области ну и вот здесь вот это очень такие характерные приемы до рисования именно вот такой вот ажурный орхидеи то есть предыдущие видите было немножко другой вариант письма потому что там другие формы другой это рисунок здесь другой подход вот всем приятного значит освоение техники и результативных работ вот надеюсь что этот эта орхидея оказалась для вас новым открытием новый новых приемах техник вот и закрепление старых пройденных уже а-ля прима ты желаю чтобы все у вас получилось до новых встреч а